Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Лоснов Артур, бренд-шефт Печи из Тома. Сегодня хочу поделиться с вами классным, проверенным, супер вкусным рецептом копченого сливочного масла. Для этого рецепта советую брать бренд Аканива. Это наши большие друзья и реально вкусное масло. Итак, все гениальное просто. Нам необходимо масло, щепа. Сегодня мы коптим на ольхе. Можно разбавить ее грушей или любой другой породой фруктовых деревьев. Главной особенностью этого рецепта и хитростью, это чтобы камера не была горячей. То есть, если вы до этого приготовили любое мясо и остаточная температура в камере у вас градусов 60, ничего не получится. Обязательно охладите камеру, ну, примерно вот до 30 градусов. Мы будем проводить цикл холодного копчения. Поверьте, и на горячую, и на холодную, и на среднюю лучший вариант получается именно с холодного. Потому что если камера горячая, масло-то растаивает, истекает все. Так что холодное копчение лучшее. Соответственно, устанавливаем лед. И еще раз обращаю ваше внимание, у меня не кубики льда, а монолитный блок. Он позволяет лучше стабилизировать температуру в камере. Далее щепа. Замеряем необходимое количество, а не оставляем щепу постоянно в воде. Потому как в воде она попросту прокисает со временем. Уже на вторые-третьи сутки ничего хорошего здесь не будет. А так надо подкоптить. Отмерили необходимое количество, замочили, как всегда, на 3-4 минутки. И ставим копчение. Замоченную щепу перекладываем в контейнер. Отлично. И переставляем на тен для копчения. Вот так вот стрясли лишнюю влагу. Теперь берем маслица. Итак, как вы видите, камера из Тома практически на 200 литров. Поэтому масла сюда можно положить огромное количество. Но нам сейчас достаточно одного. Обращаем внимание, чтобы решеточки были закрыты. Иначе наш вкусный дымок улетит. Зажимаем кнопку копчения 2 секунды. Тем самым активируем только лишь тен на копчение. Еще разочек. Ага. И вот у нас время пошло. Нам достаточно будет 45 минут. И нажимаем кнопку пуск. Все. На этом наши манипуляции закончены. Обычное копчу сливочное масло, когда готовлю семгу холодного копчения. Запахи в камере абсолютно не перемешиваются. Потому что главный запах – это, конечно же, дым. Основное время приготовления холодного копчения подошло к концу. Видите, больше не горит эта иконка. Теперь мы видим, у нас горит именно хранение уже готовой продукции. И здесь мы обязательно, как всегда, выдерживаем в любом режиме горячего, холодного, любого копчения минимум полчаса. Если я сейчас дверь открою, вылетит облако остаточного дыма на кухню. Мало кому из поваров точно это понравится. Поэтому не забываем, полчаса ждем. Все, необходимое время прошло. Смотрите, открываю, и нету никакого огромного облака дыма, от которого все кашляют и чихают. Вот так вот легенько все произошло. Теперь смотрим. Самое главное, друзья, посмотрите, я готовил на решетке. Если бы температурный режим был неверный, оно бы все протекло сквозь. Вам, конечно, советую для начала делать на противне. Аккуратненько достаем масло. Вот какое было, вот какое стало. Щепочка наша прогорела полностью, вся щепа. И помните, я вам изначально говорил, что нужно использовать именно блок льда. Посмотрите, он практически растаял. Был бы лед кубиком, быстро бы растаял. И масло, скорее всего, прошло бы сквозь решетку, тем самым оказавшись во льду. Получили бы мы копченую воду. Блюменталь ее продает, кстати. Вот это сливочное масло, закопченное, необходимо взбить в блендере, погружном, как угодно. Лучше всего это делать в миксере планетарном. Взбивая его, я обычно добавляю еще столько же не копченого масла. И подбираю свой фирменный вкус. Чего, собственно, и вам советую. Я встречал таких шефов, кто использует это масло в чистом виде, не разводя его. Но у всех свои рецепты. Собственно, у нас на этом все. Как всегда, пишите комментарии, задавайте вопросы. Будем рады ответить. Пока-пока, всего хорошего. Продолжение следует...